В начале недели над Украиной продолжит властвовать циклон Ксавьер. Именно он принёс ухудшение погоды, начиная с выходных. Дальнейшее понижение температуры воздуха, снегопады и налипание мокрого снега, а также гололёд на дорогах, синоптики обещают до 11 декабря среды. Больше всего снега следует ожидать на юго-востоке страны. К метелям, сильному ветру и заносам следует приготовиться при Азовью, Запорожской, Луганской, Донецкой и Днепропетровской областям. Уже в ночь на вторник температура опустится до минус 10. Холоднее всего будет 11 и 12 декабря в северных и восточных областях. Здесь столбик термометров покажет 10-15 мороза. Однако уже с 12 декабря температура повысится до 0-5 с дальнейшим относительным потеплением. Морозную погоду временами со снегом обещают на этой неделе и харьковские синоптики. Так, завтра, 10 декабря, облачно с прояснениями. По области ночью снег, днём местами небольшой снег, возможно метель. На дорогах гололёд. Ветер северный 7-12 метров в секунду с порывами 15-20 метров в секунду. Ночью термометр будет показывать 7-12 градусов мороза, днём до 10 со знаком минус. По городу также ночью снег и метель. Днём осадков не ожидается. Ночью столбик термометра может опуститься до отметки минус 10. Днём будет от 6 до 8 мороза. В среду, 11 декабря, переменная облачность, без осадков. На дорогах возможен гололёд. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью будет от 11 до 16 мороза. Днём немного теплее – от минус 6 до минус 11. В четверг, 11 декабря, осадков также не ожидается. На дорогах гололёд. Ночная температура составит 9-14 мороза. Днём столбик термометра опустится до минус 9. В пятницу, 13 декабря и субботу, 14 декабря, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. В пятницу ночью будет от минус 8 до минус 13. Днём от 2 до 7 мороза. В субботу ночная температура составит от 4 до 9 со знаком минус. Днём ожидается от 1 тепла до 4 мороза. В связи с изменениями погодных условий на дорогах города прибавилось и снегоуборочной техники. С утра Дорремстрой сообщал о 10 машинах. А во второй половине дня в горосполкоме отрапортовали, что их количество было увеличено до 60 единиц. Дороги также посыпают песчано-солевой смесью. Тем не менее, к 18 часам в пробках полностью остановились основные магистрали города. Московский проспект, улица Шевченко, проспект Гагарина. В центре Тянучка.